Тотальный диктант в Таллине И уже сейчас мы видим, что количество зарегистрировавших себя на тотальный диктант уже превышает прошлогодние цифры Но мы хотим сделать на самом деле мероприятие, которое станет праздником У нас небольшой символичный юбилей, в пятый раз мы проводим тотальный диктант в Таллине И хотелось бы, чтобы это было бы запоминающееся мероприятие Запомниться диктант всем его участникам обязательно Ведь Таллин умеет находить общий язык со звездными диктаторами Если в прошлом году в Тонде Раба текст диктанта читал Леонид Ермольник, то в этом году Дмитрий Харатьян Дорогие друзья, в этом году я впервые принимаю участие в акции грамотности «Тотальный диктант» Который пройдет более чем в 800 городах по всей планете Приглашаю и вас поучаствовать в глобальном празднике русского языка Который пройдет в Таллине, в ледовом холле Тонде Раба Давайте вместе покажем заботу о нашем родном русском языке Вы сами будете писать? Да, я надеюсь, что кроме организационных вопросов и представительских функций Я успею и написать диктант Но не уверен, что покажу его результаты А готовитесь, повторяйте правила, заглядывайте учебник? Да, я ходил два раза на наши курсы, которые мы проводим Опять же, это стало хорошей традицией Отдельным мероприятием «Русский по субботам» Это тоже определенный бренд, такой же, как и «Тотальный диктант» «Таллин» с двумя «Н» или с одной? Да, на политические, продукционные вопросы не отвечаю «Тотальный диктант» пишет буквально вся Эстония Кроме Таллина, свои знания по русскому языку проверяют жители Тарту, Валга, Йихви, Нарва и Марду В Марду диктант состоится в 11.00 И в отличие от Таллина, к нам можно приходить без предварительной регистрации То есть даже те, кто не может, по каким-то причинам не может, не хочет регистрироваться предварительно Просто приходите в Мардускую основную школу в эту субботу В 11.00 мы вас всех ждем Текст «Тотального диктанта в Марду» будет читать Максим Волков Который буквально на днях стал директором Мардуского дома культуры Мардусы имеют шанс тотально перепроверить свои знания по русскому языку Ведь на таллинский диктант в Тондирабо они прекрасно успевают Мы специально попросили организаторов в Новосибирске, чтобы нам поставили это время Потому что желающие увидеть Харатьяна могут к 2 часам поехать в Таллин и написать под диктовку Харатьяна еще диктант Но текст будет другой Впервые в Тондирабо на тотальный диктант можно взять с собой маленьких детей грамоты еще не знающих Для них будет проведен специальный детский диктант «Брикс», в котором вместо слов используются кубики лего Таллин пишется с двумя «Н» или с одной все-таки? Если брать грамматику русского языка, правила правописания, то двойная «Н» не допускается И двойную «Н» пишут только люди, проживающие в Эстонии Потому что в России вам никто не напишет «Таллин» с двумя «Н» «Тотальный диктант» — это не только возможность проверить свои знания по русскому языку Но еще и повод взять в руки самую обыкновенную шариковую ручку и написать большой текст от руки Тоже весьма забытый уже навык Ехал грека через реку, суул грека руку в реку, рак гроссоруку греку цап По-моему, я не полностью ее проговорил, но как-то так она выглядит в сокращенном варианте В Нарве текст «Тотального диктанта» будет читать ведущий телеканала ЭТВ+, Дмитрий Пастухов Мероприятие состоится в актовом зале Нарского языкового лицея, начало в 11.00 Дим, как ты с русским языком в школе справлялся? Хорошо, плохо? Ужасно, честно говоря У меня была тройка за сочинение, которое я еле-еле написал Потом я получил свои, по-моему, 80 с чем-то баллов на экзамене Ну, в общем, у меня была стабильная тройка И вот так я и справлялся, так и жил История знает немало примеров, когда школьные троечники впоследствии добивались блестящих результатов реальной жизни Дмитрий Пастухов в каком-то смысле не исключение На факультете журналистики тогда я понял, что русский язык надо подтягивать Подтягивать уже не просто до оценок, а до того, чтобы можно было бы им владеть Использовать его, использовать его по назначению со всеми метафорами, аллюзиями и прочими вещами, которые есть в русском языке И вот там уже, собственно, свои знания пришлось подтягивать до более высокого уровня Писать грамотно модно, писать грамотно престижно, писать грамотно это норма Пишите грамотно всегда и не забывайте, что оценки не главное Главное это хорошая самооценка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова